Липофилинг или импланты для увеличения груди. Есть два метода увеличения груди. Первый это с помощью собственного жира, и это называется липофилинг груди. А второй метод это увеличение с помощью имплантов. Давайте рассмотрим каждый из типов увеличения груди, преимущества и недостатки. Первый тип увеличения груди это липофилинг груди. С помощью собственного жира мы можем увеличить грудь на 1-2 размера. Основным преимуществом является полностью натуральность всей груди, которую мы достигаем. Размер полностью создан благодаря собственным жировым клеткам. Данная процедура имеет очень хорошее преимущество, что для того, чтобы ввести жир в грудь, мы его забираем с нежелательных мест. А нежелательные места могут быть живот, бога, внутренняя поверхность бедра, либо же задняя поверхность бедра. В зависимости от того, сколько жира мы сможем набрать у конкретного пациента, мы сможем столько ввести в грудь. В каждую грудь можно вводить до 700-800 мл, из которых сохранится около 60%. Остальные 40 мл будут рассасываться в течение 1-2 лет. При этом, если вдруг девушка худенькая, и мы сможем набрать только 200-300 мл жира, мы можем это поделить на 2 груди, и 150 мл дадут нам увеличение хотя бы на пол размера. В данной методике существуют недостатки, которые необходимо знать, если вы хотите и рассматриваете для себя липофилин груди. Первый недостаток — это то, что жир может организовываться в такие структуры уплотнения, комочки, как липогранулемы. Это не несет в себе никакого риска для пациентов, но при этом может вызывать дискомфорт, может вызывать стресс, поскольку пациенты могут нащупывать эти уплотнения и начинать очень переживать. Если они идут на консультацию к обычным хирургам, хирурги могут не разбираться в нюансах пластической хирургии и не понимать, что на самом деле это липогранулема, а не какое-то образование и не рак груди. Именно поэтому важно, если вы выполнили липофилинг груди, наблюдаться у своего пластического хирурга, который готов и знает все нюансы восстановления после липофилинга. Второй недостаток у данной процедуры, что жир хоть и является частью вашего тела, но он не всегда приживается, и может быть отторжение данного жира. Тогда начинается длительный процесс перевязок, когда теряется введенный объем жира, и мы его дренируем, по сути, забираем назад, и грудь возвращается в свое исходное положение. Произойдет так у конкретного пациента, либо не произойдет, никто не может предсказать. И данное осложнение крайне редкое, поэтому не надо зацикливаться на возможность. Что важно понимать, что данное осложнение чаще встречается у женщин с тубулярной грудью. Поэтому желательно, если у вас стоит диагноз тубулярность, даже приблизительно не рассматривать этот вид увеличения для своей груди. И, конечно же, третий, самый неприятный момент при увеличении груди собственным жиром, это инфицирование этого жира. Даже при соблюдении идеальной стерильности в операционной, что я считаю самый главный параметр, с которым нужно идти в операционную, выполнять данную процедуру. Занесение инфекции может произойти дома, во время перевязки, когда пациенты самостоятельно выполняют это. Были такие случаи, когда пациенты начинали просто снимать компрессионное белье, носить своих домашних любимцев, которые гуляют на улице, и заносили инфекцию, в связи с чем начинался тот же процесс, что и при отторжении жира, дренировании жира с области, куда ввели. Но в случае инфицирования это более неприятный процесс, он сопровождается покраснением, болью, и дренировать чаще всего, что нужно уже в условиях операционной. Именно поэтому вы должны понимать, что процедуру липофилинга можно выполнять только в условиях операционной, только в условиях абсолютно полного контроля, стерильности во время всей процедуры. Это ни в коем случае не процедура у косметолога в кабинете. И, к сожалению, очень много специалистов, которые не пластические хирурги, которые не имеют даже операционной выполнять данную процедуру где-то в подвальных помещениях, в кабинетах, на квартирах. И это приводит к очень страшным последствиям. Но, зная эти нюансы, я надеюсь, что каждый из вас отнесется к своему здоровью с внимательностью и с каким-то уважением к своему телу. Поэтому липофилинг, если выполняется в стерильных условиях, это классная альтернатива имплантам для тех женщин, которые боятся инородной субстанции, инородного тела внутри себя. Но при этом он несет ряд серьезных рисков. И всегда нужно взвешивать эти риски на чаши весов для того, чтобы принять правильное решение. Но существует второй метод увеличения груди, который в мире занимает первое место в списке пластических операций, которые выполняют женщины. Это увеличение груди с помощью имплантов. Эта процедура подходит для девушек, у которых нет своего собственного жира, у которых худенькая фигура и невозможно ничего набрать для увеличения груди. Таким девушкам, к сожалению, не везет с тем, что часто очень у них и отсутствует грудь. Прогресс медицины и 21-е столетие – это лучшее время для таких красавиц, поскольку с помощью имплантов за одну операцию можно достичь сразу красивого и объемного результата. В зависимости от пожеланий каждой девушки, мы можем предугадать форму, размер груди, которую хочет пациентка. Мы можем подобрать импланты. В случае, когда мы работаем с помощью жира, мы имеем только ту грудь, которая является анатомической формой данной женщины и можем увеличить, только не меняя форму. В случае с имплантами мы можем создать ту форму груди, которую желает девушка. Использовать разную ширину оснований имплантов, разную проекцию, разную мягкость имплантов, разную форму имплантов и в зависимости от этого достичь желаемого результата. То есть импланты груди в своей главной сущности являются преимущественной процедурой, поскольку мы контролируем результат и не требуется дополнительное вмешательство в другие зоны тела пациентки для забора жира, что по умолчанию является травматичной процедурой. Затем у имплантов есть такое преимущество, как не уменьшение размера после операции. Если девушка начинает худеть, когда у нее есть липофилин в груди, то, естественно, жировые клетки будут уменьшаться в груди тоже, и грудь будет уменьшаться. В случае с имплантами вы можете худеть и худеть, но грудь остается того размера, который у вас установлен. Благодаря этому моменту многие девушки даже начинают активно терять вес после операции, поскольку они видят, что грудь больше не спадает в размере, она держит свою форму, и им уже хочется худеть, поскольку пышная форма груди, а дальше узкая талия, это, конечно же, мечта каждой девушки. Конечно же, импланты груди внесут в себе самые разнообразные риски, такие как контрактура, инфицирование, при точно таких же условиях, как и при липофилинге, если нарушена стерильность в операционной, либо в послеоперационном реабилитационном периоде. Это может быть даже кровотечение, что несет в себе риски, и поэтому пациент должен находиться рядом со своим доктором несколько дней, чтобы проконтролировать, и чтобы восстановление проходило очень хорошо. И другие риски, связанные с имплантами, которые вы можете прочитать у нас на сайте, мы собрали полностью все возможные риски по увеличению груди имплантами, которые описаны в научной литературе, в мировой практике. Это для того, чтобы вы знали, что несет в себе данная процедура, знали, насколько часто встречается какой-либо риск, и как можно поступать, в зависимости от того, что у вас возникло. Что важно понимать, что данные риски встречаются крайне редко. Но даже если встречаются, их все можно решить. Для того, чтобы определиться с вариантом операции, какой лучше для вас, в первую очередь нужно прийти на консультацию к пластическому хирургу и обсудить тот вариант, который вам больше нравится. Вы сможете проговорить результат, который можно добиться, и забронировать дату операции. Для того, чтобы прийти к нам на консультацию, вы можете связаться с моей помощницей по данным номерам телефона и записаться, забронировать свою дату и время. Затем мы с вами посмотрим, какая у вас анатомия, какие у вас желания по результату и как можно достичь данных результатов. И после этого встретимся уже в операционной для создания идеального тела, про которое вы мечтаете. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, поскольку у нас очень много информации о реабилитации и как пациентам нужно следить за послеоперационной зоной. Если вдруг у вас остались вопросы, пишите в комментариях. И до встречи в клинике! Субтитры подогнал «Симон»